Всем привет! Меня зовут Иван Ерхов, и я блогер, который смотрит на мир своим сердцем. Я снова в горах, здесь холодно, и я в такой странной одежде. А что я здесь делаю, и как я тут оказался, вы совсем скоро узнаете. Но у меня отличная новость для вас, что в гостях у меня будет новый супергерой Евгений Князев. А кто он? Зачем про него смотреть? И вообще, почему я решил про него снять сюжет, вы тоже скоро узнаете. Поэтому скорее ставьте лайк и поверьте, эта история вас вдохновит, зарядит и замотивирует на все будущие свершения. Погнали! Ребята, никто не ожидал, что калачи могут быть такие активные. Ты летал на парашюте за катером? Часть людей живут вообще в этом. Ой, блин, ну тут и буераки, друзья. И этот парень сюда лезет. Вообще, представляете, что тут происходит? Кусты какие-то, ветки, корни. Женя, привет! Скажи привет нашим подписчикам. Кивни, моргни, подмигни. В общем, как ты это обычно делаешь? Это Евгений Князев и по-настоящему уникальный человек. И вы скоро узнаете, почему. Привет, Ваня. Всем привет. Я Евгений Князев. Я житель Сочи. Мне 35 лет. Женя, расскажи вообще, чем ты занимался до своей травмы? Вообще, какая у тебя была жизнь? До своей травмы я был краснодарцем. Жил, родился и прожил 20 лет в Краснодаре. Я ездил в Адлер летом, поработать спасателем на пляже, водителем гидроцикла, запускать парашюты в свое удовольствие, так сказать, этим занимался. А зимой приезжал кататься на Красную Поляну на сноуборде. Я учился на юриста в вузе города Краснодара. Друзья, посмотрите, что вытворяет этот парень. Управляет джойстиком с помощью своего подбородка. Штурмует вот такие вот вершины. Сейчас посмотрим, насколько у него техника может подниматься на такие уже нереальные уклоны. Но я могу сказать, что твоя коляска достойно справляется со всеми препятствиями. И еще раз скажу, ребят, это потрясающе, когда есть возможность, когда технологии развиваются так, что помогают человеку в будущем. Не самой простой ситуации, вот, путешествовать, подниматься, смотреть, проводить экскурсии. Ну да. Так, водопад где? Прямо перед нами. Прямо перед нами водопад. Как он называется тут? А никак это ручей, но даже не водопад, а ручей. Горный такой ручеек. Вот так вот, друзья. И вокруг? Горный ручей набирает мощь. Чувствуется эта мощь, энергетика просто потрясающая. Ты катался на сноуборде и, короче, вел достаточно экстремальный образ жизни, судя по твоим словам. Женя, расскажи, как так случилось, что в какой-то момент жизни все у тебя перевернулось? Как ты получил свою травму, которая впоследствии привела к инвалидности? С нетерпением ждал всегда лето, чтобы сорваться, закончить сессию и поехать. Отрываться. Отрываться, работать, веселиться. Празднуя свое 20-летие, я поехал в Кавказский город, в горячий ключ нырнул, так сказать, не рассчитав глубину и сломал шею. Жизнь в этот момент очень моментально изменилась, я перестал дышать, пришлось заново учиться, дышать. Было непонимание вообще, в какой ситуации, в каком состоянии я нахожусь. Никто не мог мне подсказать в этом. Благодаря поддержке родных, близких, друзей я живу, радуюсь жизни и я счастлив. Ты не просто радуешься жизни, живешь, ты еще и работаешь и вообще устраиваешь экскурсии. Ты помнишь тот самый момент своего прыжка, когда ты был на берегу, видел эту воду? Да. И то самое мгновение, которое перевернуло твою жизнь. Ты помнишь тот день вообще, насколько эти воспоминания у тебя яркие? Помню, чуть-чуть, конечно, в белине, так сказать, в тумане, но помню, было очень жарко. Я привез форели, пытался сварить уку, пожарить в фольге форельку, но было очень-очень жарко. И мы поехали искупнуться в речку. Приехав на берег реки, я увидел так называемую гору Петушок, с которой я очень захотел нырнуть. Но нырнуть у меня с нее не получилось. Я просто вот, так сказать, забегал с этой стороны в речку. Меня никто не звал, никто не тянул. Это было исключительно самостоятельное решение свое, личное. И нырнув я моментально... Ты почувствовал боль что-то или ты просто потерял сознание? Нет, я не потерял сознание, я почувствовал сильный-сильный шум миша и как я лежу в воде вниз головы. Мы перевернули друзья, спросили, Женя, ты чувствуешь что-то? Я на выдохе сказал, что нет, ничего не чувствую. И мне начали делать искусственное дыхание. На этом воспоминания мои заканчиваются. Поднимались, поднимались, представляете, и дошли до бани. Я не зрячий, да. Я вот блогер, рассказываю о замечательных ребятах с инвалидностью. Вот, собственно, мы так и пришли к вам в гости. Нас сопроводил Женя. И сейчас вот пытаемся передать ваши интересные постройки и арт-объекты. Ну, это дом гармонии стихии, здесь вода вращается по часовой стрелке, струей воды. И за счет вот этого движения вода, это очень сильный источник энергии, заряжается предмет, в частности, я заряжаю вот. О, ручей какой-то бежит. Вот, это как раз и есть это. Водяная мельница крутится от течения речушки. Башенки такие. Вот наша жизнь. С каждым оборотом площадь наших интересов, она сужается. То, что вас интересовало, 18 лет, вы в 30 не интересует. Проходит какое-то время, все это идет по спирали, этот маятник останавливается. Вы получили свои уроки, вы переходите в другого качества. О чем это говорит? О том, что надо уроки получать в нужном месте и в нужное время. Но, к сожалению, структура, она заставляет людей жить вот так. Одним днем. В одном направлении. Движения есть, а уроков нет. Да. И события происходят в совершенно одной плоскости, они не охватывают вот этот объем совы. Потому что нет вот этой основы. Ну, финал такой же. Но часть людей живут вообще вот так. Тут писать желания, да? Что ждешь от поездки и желания? Ну, мы зажигаем эти все желания. Все должно сгореть до конца. В следующий раз приедете и увидите результаты. Ты вообще жалеешь о том, что случилось? Как я могу жалеть о том, что случилось? Если я знаком с тобой, знаком с многими людьми, которыми я, может быть, и не познакомился бы. Со мной происходят интересные события. А я, например, был на чемпионате мира по футболу. Катаюсь на таком гаджете или как вездеходе. Да это, я не знаю, трансформер настоящий. Вообще, я живу в Сочи. Просто я живу в Сочи. Тут я тебе завидую. Я никогда, даже после травмы, я не мог этого принять. После травмы мне пришлось переехать к родителям. До этого я был молодым краснодарцем 20-летним. И очень долго себя еще не воспринимал сочинцем. Но теперь я рад этому. Могу пользоваться, так сказать, всей этой постолимпийским наследием. И мне удобно здесь и хорошо. Достаточно доступно и комфортно, да? Да. И захотел делиться со своими друзьями, находящимися в таком же положении, своими собратьями, так сказать. С 2008 года я как только задышал, я начал ездить в Крым. И проходить там реабилитацию. Где я познакомился со многими своими друзьями, с огромным количеством людей, добрых, отзывчивых, не знаю, различных людей. Но ты понял, что такая жизнь есть, судя по всему? Что есть жизнь у людей с инвалидностью, причем с разными видами ее, да? Я это не мог понять где-то пару лет после получения травмы. Пока я не попал в кавычках столицу инвалидов, колясочников, город Саки в Крыму. Там очень хорошая реабилитация. Не только физическая реабилитация, но и психологическая. До того, как я попал в город Саки и начал проходить реабилитацию в санатории Бурденко, я не понимал вообще, в каком я состоянии нахожусь. Когда меня прикатили на дискотеку, и я начал наблюдать, как ребята с инвалидностью пляшут, бросают костыли, крутятся на колясках, встают на козла. И вот тогда я начал, что-то начало во мне в голове ломаться, так сказать, и осмысление пришло. Слушай, прикольно. Я тоже слышал про город Саки, так называемая родина колясочников, не колясочников. Действительно, там просто на самом деле доступная среда, и многие ребята едут туда восстанавливаться, кто-то переезжает туда. Сейчас встретимся с Женей. Здорово! Давай, ты мне можешь рассказывать, что за цветы цветут, какого они цвета? Можешь рассказывать, какого цвета небо, не знаю, какие деревья, иголочки. То есть это то, что называется тифло-комментарии, подробное описание. Ну и, конечно, не забывай учитывать мои габариты, потому что очень важно сопровождающему вести так, чтобы я никуда не врезался. Вот такие просто невероятные виды тут открываются. Друзья, представляете, гуляешь, ходишь, смотришь, а тут горные снежные вершины. Как твоя жизнь изменилась с получением инвалидности? Она стала, может быть, даже более активной, может быть, даже более разнообразной? И вообще, чем ты сейчас занимаешься, и что тебя, не знаю, мотивирует это делать? Мотивирует, конечно же, меня то время, которое мне пришлось самостоятельно восстанавливаться, потому что никто тебе не подскажет, как жить, как правильно делать. Если есть желание, самому все искать и узнавать. Через два года я пытался, не получая никакой информации, я начал думать, как управлять компьютером. И собрал гаджет из графического планшета с ручкой, примотав эту ручку к кепке, к палке, которая была на кепке. Дедушка мне помог сделать столик при столной коляске. И вот так я управлял компьютером и начал искать информацию, как жить, какие существуют гаджеты. Уже в 2008 году я знал, что есть электроколяски, инвалидные коляски с электроприводом, с помощью которых можно перемещаться куда хочешь, а управлять ими уже можно было подбородком, дыханием. На тот момент появилась мечта, что я хочу самостоятельно передвигаться. Я не мог ни кушать самостоятельно, мне всегда нужна была посторонняя помощь. Но приезжая в город Саки, я с 2007 года ездил туда и никого с собой не брал. Мне помогали сотрудники санаториев и ребята, и девушки, которые искали себе подработку. То, что ты рассказываешь, мне кажется, для наших зрителей полнейший крыша с нос, потому что многие, имея две руки, две ноги, иногда не могут себя поднять в буквальном смысле этого слова, с дивана. Я тоже себя не могу поднять. Посмотри. Каждое утро просыпаюсь с твоей мыслью, как же я поднимусь с кровати. И на протяжении 15 лет, вот мне уже в этом году будет 35 лет, изо дня в день, я думаю об этом, как завтра я встану с кровати, сяду в свой танчик и помчу по улицам. И это реально крыша с нос, как ты пользуешься своим гаджетом, как ты отвечаешь. Вот многие задают мне вопрос, Ваня, а как ты отвечаешь на комментарии, как ты звонишь, как ты пишешь. А я, например, сидя с тобой рядом, не понимаю, как ты это делаешь. Ты нам потом покажешь более подробно, как работает твой трансформер, как ты отвечаешь на звонки и вообще как эта магия происходит. Витя, лыжник гоняет на всех курортах, так сказать, поляны красные. То он тебя на лыжах. И он меня, не только меня, а вообще людей посадил. Витя, а как ты считаешь, насколько курорт красная поляна доступен для людей на коляске и что бы ты поменял? В плане незрячести, слепых, то тут все не так сладко, как хотелось бы. Вот мы только что покупали билеты и поняли, что люди немножко в шоке, когда видят больше одного человека с инвалидностью и еще с разными нозологами. Для меня, ну, в принципе, без снега довольно доступен. А ты на активке передвигаешься? Ну, вот, да. Слушай, ну, я просто понимаю, что ребята на активке, они могут и по ступенькам прыгать, и там за поручни подниматься. И поэтому, если они очень лихие, они очень много чего могут решить таким методом. Витя, молодец. Витя живет здесь, так что... Красавчик, большое дело. Давай, давай, ты где? Стой, стой. Прям на контуре. Когда вы собрали эту коляску, а, насколько я помню, вы ее сами как-то сконструировали, да? Ты ее не готовую купил? Нет, я долго о ней мечтал. В 2008 году я, получается, увидел ее впервые на иностранных сайтах. Она оказалась очень-очень дорогостоящей. У нас в стране люди, сотрудники просто не знали об этом. Хотя я им показывал фотографии, что есть такая вещь. Мечтал, искал, постоянно шерстил аукционы мировые, ebay. Хотел найти приспособление для управления подбородком, коляской. Хотел самостоятельно двигаться, потому что не хватало этого. Я сидел в своей комнате, смотрел в окно, но постоянно меня тянуло в Крым. И поэтому я занимался торговлей, торговал квасом, попкорном. Делал детям временные татуировки, плел косички. Ну, не я лично, а сотрудники, которых я нанимал. Мотивацией было просто уехать, поехать в Крым и дать семье отдохнуть. Просто потому что это тяжкий труд. Не только чтобы отдохнуть в семье, но и самому поехать. Опять-таки делать то, что захочешь. Собраться с друзьями, сесть, заказать автобус, поехать на экскурсию в Балаклаву или Севастополь. Я увидел, что мы спокойно можем проводить время компанией, путешествовать, веселиться, общаться. Для тебя это была мотивация, что-то делать. Офигеть, Жень, на самом деле ты открываешься для меня по-новому. Потому что я этого не слышал, ты мне не рассказывал, что ты был предпринимателем. Таким необычным, по сути, организатором процесса, который приносил тебе деньги, чтобы реализовать свою мечту. Друзья, неужто это для вас не волшебный пинок, чтобы начать реализовывать свои мечты? Мне кажется, тут больше и ничего не надо. Нас в этот лифт не пустили, хотя я тоже человек с инвалидностью, сопровождение. Даже при том, что мы как бы снимали сюжет. Ну, не суть. У нас есть такая проблема. Людей с инвалидностью тоже разделяют. У нас останавливаются подъемники, мы в них будем крутиться. Уважаемые гости, технологическая остановка приносит свои извинения. О, объявили. Это говорит о том, что человек с инвалидностью. Сейчас сразу же можно покататься и на лыжах, на сноуборде, на лыжах, и на велике. Все это сделать в один день. Сейчас у меня такой проект, на котором я работаю, доступная среда, где я собираю информацию различную, как воспользоваться канатной дорогой, какие дополнительные услуги нам необходимы. Ты бы хотел прокатиться на велосипеде каком-нибудь, пообразно говоря? Конечно, главное, чтобы это было безопасно. Вот. А я бы хотел тоже прокатиться, допустим, на вездеходе, на гусеницах зимой. Потому что вот сейчас снег более мягкий, и я по снегу не смогу ехать. Но мне хочется, потому что есть такие гаджеты, танчики. Вот такая тут канатка. А мы заходим. Ну, что можно сказать? Она добротная такая, массивная, большая. И достаточно комфортная. Видите, человек на коляске может спокойно заехать. И, собственно, я тоже могу туда зайти. Ты вот говоришь, что ты искал механизм для коляски, чтобы управлять подбородком. А как вы собрали? Кто тебе помог это все сделать? Порядка 6-7 лет я ездил и пускал слюни на полноприводную коляску, как сейчас у меня. Моего друга Женьки из Москвы. Он на ней ездил. Я понимал, что это тот вездеход, который нужен мне там, где я живу, чтобы я мог выезжать на пляж, по песку, по гравию, на снег куда-то. Подниматься в гору, спускаться, потому что у нее регулируется центр тяжести. И можно преодолевать крутые подъемы, крутые спуски. Всегда я мечтал об этом, но цена была такая... А ты скажи, сколько стоило коляска эта? Которую я собрал? Нет, сколько вообще стоит такая готовая коляска? 20 тысяч евро. 20 тысяч евро, друзья, это... Даже больше, больше, больше. 2 миллиона рублей. Да. Охренеть можно. Что тут сказать? Квартира. Да. И пенсия по инвалидности. Сколько? Я даже не знаю, в каждом регионе там свои надбавки. Ну, точно до 20 тысяч рублей. То есть, если ничего не кушать вообще, то можно лет за 10 скопить? Нет. Если вообще ничего не тратить. В итоге я познакомился с ребятами из Молдавии. Я купил бушные коляски, которые... Бушное управление подбородком и две ходовых части. Купил в Киеве кресло с боковыми поддержками Рикаровская. И начал думать, как это все собрать вместе. То есть, вы поняли, сейчас открывается бизнес-идея вообще. Можно устроить разборку таких вот колясок, скупать их и перепродавать, не знаю, собирать и заново продавать. Этим уже все занимаются, многие. Да? Конечно. Вот так вот. То есть, теперь это более доступно, да? Ну, в Крыму это было доступно, потому что было много там всяких запчастей, продажи подобных колясок. Вот, с Европы везли. Те же самые ребята в инвалидности. Сами ездили и привозили. Уже весной 2014 года мне помог отец прикрутить кресло к ходовой части. И с электронщиком мы собрали, подключили электронику. В собранную коляску я сел и помчал сразу же. Как будто я на ней катался до этого всю жизнь, грубо говоря. Ваня, какой же все-таки битвей здесь открывается. Огромное зеленое поле. Вокруг домики, апартаментный комплекс, построенный еще доолимпийский. Полторы тысячи над уровнем моря. Друзья, тут обычно уже начинается такая климатизация горная. Это считается среднегорьем. И тут уже пониженное содержание кислорода. Короче, под нами находится опять-таки вся эта смотровая плащанка. На курорты, на кропоселок Краснополяна. Ты управляешь подбородком. Ты мне даже рассказал еще в первую нашу встречу, что был такой прикол, что ты ездил с красным подбородком, потому что он был непривыкший к тому, что там что-то об него трется, что нужно какую-то механическую нагрузку давать. Что ты натирал себе подбородок, потому что первое время там уже была такая шершавая поверхность. Джойстик, да. Джойстик. Шарик на джойстике, он все-таки был шершавенький. И пришлось его за время эксплуатации стереть своим подбородком. Отшлифовать. Да. А теперь эта коляска поднимается даже по горной местности, по камням. Это не та коляска, на которой... А, это другое у тебя. Мы его покажем, то есть неважно. На этот вездеход мои друзья организовали сбор средств. И мы в течение трех или двух лет собирали средства. Пока собирали, я собрал себе ту коляску. И опять, вернувшись с Крыма в 2014 году, пропустив Олимпиаду, я себе задал цель все-таки приехать на интересное мероприятие «Формула-1». Первое гран-при в Сочи в 2014 году проводилось. И я прям так с корабля на бал попал в Олимпийский парк. И мои близкие друзья увидели меня в другом амплуа, в другом ракурсе, когда я самостоятельно уже гонял на большой скорости по Олимпийскому парку. Глаза, конечно, у меня разбежались от ровного асфальта, вообще масштабов этой стройки. Потому что до этого я сидел у себя в комнате, смотрел в окно и видел только пыльную тучу, пыльное облако стройки. И пропустил как раз-таки Олимпиаду, я пропустил, находясь в Крыму. А ты готовился для будущей жизни и настраивался, чтобы покорять новые горизонты? Пока я готовился, я даже собрал себе вторую коляску, потому что первая оказалась со слабой ходовой частью, без амортизаторов. И я понял, что она не подойдет для моей эксплуатации в городе Сочи. И я купил другую ходовую часть и перебрал коляску, перекинул ее, настроил электронику с мастером, который монтирует холодильники, микроволновки. И поехал домой уже на стритрейсинговой коляске, это Permobil Street, которая ездила очень быстро, запрыгивала на бордюры, но не была внедорожной. Ты немножко забыл про габариты, вот тебе ошибочка, ты меня вписал немножко. Да, нужно было сказать, что узкая. Не узкая, 90 сантиметров прямо за мной держись. Хорошая дверь широкая, в которую я могу пройти. Расскажи мне о каких-нибудь самых потрясающих твоих приключениях, уже когда ты был на коляске и когда ты уже, скажем, был таким туристом, который нуждается в каких-то дополнительных моментах доступности. Так, ну, во-первых, я купаюсь в море. Меня ребята помогают занести в море. Мы плаваем до Буйков обратно. Ко мне приехали друг, теперь уже он мой кум. В 2008 году я был его реабилитологом. Он приехал такой еще, очень ничего не умея. И приехал с мамой, а я находился в Крыму один. Я уговорил его маму уехать, и вот так, как бы он остался, когда она вернулась, он стал совсем другим человеком. Теперь он мастер спорта по регби на колясках, водит, стал москвичом. У него родилась моя крестная дочь Серафимушка. Праздновали свадьбу на Тогородском заливе. Ребята на колясках, наши друзья, съехались со всех уголков страны. Мы провели обалденный отдых, и теперь мы съезжаемся в различных уголках. Мы посещали чемпионат мира по футболу. Побывали в Сочи, Ростов, Москва, Саранск, Питер. Побывали на финале чемпионата мира. Получается, мы вечером были в Петербурге на матче за третье место. Смотрели этот футбол. А уже на следующий день, в час дня, мы находились в Москве и готовились, потому что нам в три часа нужно было быть на Лужниках на финале чемпионата мира. Понимая, о чем ты говоришь, ощущение себя как такой отдельной независимой единицы. Как раз ты об этом очень много раз сказал, что ты можешь сам ехать, смотреть и что-то делать. И мне кажется, для любого человека с инвалидностью это очень важный момент. И у меня тоже это ощущение бывает, когда я там плаваю, когда я ныряю, когда я иду один с тростью. Для любого человека важно иметь возможность что-то делать самому. Расскажи мне, чем ты сейчас занимаешься, чем зарабатываешь на жизнь вообще? В прошлом году я торговал тюльпанами в городе Краснодаре. Позапрошлым я торговал дминлозой. Купил мы ее с другом в Абхазии. И к 8 марта поехали в Краснодар. Чем я только не зарабатывал на жизнь. Я делал отчеты о битых машинах в ДТП. Составлял экселевские таблицы. Вообще, вернувшись из Крыма, увидев масштаб постолимпийского наследия, всей этой инфраструктуры, мне очень захотелось познакомить с ней своих друзей, которые ездили в Крым и как-то им донесли, что нужно ехать в Сочи. По возвращению из Крыма я пригласил своих друзей. Кубок Первого канала, этап Кубка Евро по хоккею. Приехали друзья ко мне в гости, и мы ездили, смотрели хоккей. Вот такая вот тут красотища. А под ногами мокрый топкий снег. Мы по нему побежим вертикальный километр. Ходит погрузка маломобильного гражданина. Но глядя на него, это сложно сказать, что он маломобильный. И потом приходи, и, может быть, мы тебя включим в реестр социальных предпринимателей. А мне нужно обратиться, получается, за помощью. Приобрести новый автобус, доступный, а не ездить на своем порт-транзите 2007 года. Когда в 2015 году я провел тур для своих друзей, у меня застучал движок, я попал на 200 тысяч. Каждый год я трачу на коляску 100 тысяч рублей на ремонт и на автобус 120 тысяч рублей. Все это мне приходится зарабатывать, торговать мимозой, кимпанами. А я не хочу этими авантюрами заниматься, я хочу заниматься тем, чем я умею, в чем у меня есть опыт. Вот этим спереди лето. У меня нет автобуса, реально просто нет автобуса. Хорошего, который панорамные окна будет. Через время я уже организовал тур для своих, опять-таки, друзей на Формулу-1. Разработал полную программу, развлекательную с проживанием, с перемещением, с билетами различными на различные мероприятия. Там «Новая волна», «Хамеди-клаб», экскурсии в Абхазию, экскурсии на Красполяну. После этого я поступил, попал на школу социального предпринимательства и разработал проект экскурсионного инвотакси вместе с мамой. Мама меня поддержала. Моя семья приобрела автобус, так как мы живем в селе Верхнее Веселое. Оно было максимально, естественно, недоступное. Но на своем вездеходе я могу своим ходом спускаться с горы и подниматься 2 километра в гору по крутому склону. Мы приобрели автобус, микроавтобус «Форд Транзит». Установили подъемник, оформили, переоборудовали его. И теперь в мой автобус помещается 5 людей на колясках на инвалидных и четверо сопровождающих и водитель. Прошел сам лично много маршрутов по Сочи и Абхазии. Знаю, куда водить людей, чтобы они не попали ни в какую казусную ситуацию. Мы воспользовались льготами, получили максимум эмоций, удовольствия. Полюбовались высотами Кавказских гор, потрогали снежок. Попрыгнули с резинкой с банджи, как ты это сделал на скайпарке. Съездили в Абхазию, в Новоафонский монастырь. Или попили кофе на песке в Брехаловке, в Сухуме. Короче, ты такой инклюзивный гид, который помогает ребятам с инвалидностью реализовывать свои фантазии, мечты. Ты интересно рассказываешь. Кстати, когда мы ездили непосредственно на банже, когда мы ехали в скайпарк, ты рассказывал много интересных историй непосредственно про Сочи, про фермы форелевые. Вообще, ты очень хорошо знаешь местность, так что, друзья, если вы захотите посмотреть в Сочи и получить инклюзивную такую экскурсию, доступную вообще для всех ребят с инвалидностью, обращайтесь к Жене, мы добавим ссылочки на его инстаграм. Я думаю, он с удовольствием вам все организует. Вон хаски слева, почему не снимаете? Прикольный? Классо, какой тип? Кругом собачки, их тут очень много, посмотрите, дети прям в восторге. Мамочки тоже в восторге. Здесь ужасно пахнет. Как сказал Антоха, они более-менее чистые, но вонь тут просто. Короче, это не лучшее место для слепого человека. С доступностью есть, конечно, сложности. Я, получается, забраться смог, Женя на коляске, конечно же, не сможет забраться. И тут нужно как-то решать этот вопрос, потому что, я думаю, для колясочников это было бы интересное место. Идем дальше. Почему юрта? Да, все очень просто, потому что в свое время разводили хасок именно племена, которые были кочевниками. И хаски помогали им не только передвигаться в упряжках, но и помогали ловить всякую дичь. Ты можешь сейчас сказать, что это основная деятельность, которая тебе приносит доход, такое морально-эмоциональное удовлетворение, и в которой ты хочешь развиваться и дальше? Ну, с недавнего времени, буквально две недели назад, я рискнул. Открыл предпринимательство на себя, лишился кусочка, так сказать, пенсии. Вот, взял на себя расходы на предпринимательство. Увы, почему-то я не смог стать социальным предпринимателем, потому что надо отработать год. Да, странно, кстати. Очень интересно, но мне сказали, проработай год, а потом ты станешь социальным предпринимателем. И все-таки я выбрал эту деятельность, потому что с 15-го года я как-то занимался ей время от времени. Да, каждый раз на Формулу-1 организовывал туры. Так как заработка постоянного не было, приходилось заниматься постоянно, как я говорю, какими-то авантюрами, торговать мимозой, тульпанами. Но это же приносило тебе деньги, как я понимаю, иначе бы ты этим не занимался. Есть в тебе какая-то предпринимательская жилка. Кстати, я катался на автобусе, и я думаю, что вообще в Сочи не так много доступных автобусов, которые можно заказать и поехать на экскурсию. Ты, наверное, один из немногих таких. Автобус, это я, наверное, один из единственных. Есть автомобили, но они не могут принять такое количество людей. Да, при том, что тут была Олимпиада, много автобусов, но не так-то просто ребятам на коляске туда загрузиться, там много недочетов. И я о них узнавал вообще по ходу своих каких-то поездок и знаю, что реально это проблема. Такая же проблема, как и вот эта недоработка в законодательстве. Вот ты такой активный парень, ты занимаешься предпринимательством, организовываешь туры. Вообще ведешь полноценный активный образ жизни. Я подошел к такой пикантной и местами деликатной теме, это взаимоотношения. Но на самом деле это частые вопросы ко мне. Ваня, кому принадлежит твое сердце? Как ты общаешься с девушками? Не прошу подробностей, потому что это реально такая непростая тема. Скажи вообще, есть взаимоотношения у тебя и девушек? Конечно, да, я общаюсь с девушками. Так, сказал. Особенно в Чикаго, можно в Сочи не общаться с девушками. Лето, все ходят в купальниках, так не общаться. Не ходить на дискотеки. Давишь мне на больную рану, все ходят в купальниках, ты наслаждаешься этим видом. Ну, а я щупаю, друзья. Обычно я получаю все прекрасное таким методом. Тебе больше везет, я не могу пощупать. Ну, а кто-то смотрит, могут щупать, но при этом не щупают. Значит, разные есть люди. Но я приспособился. Я как понял, разное общение есть и вполне можно находить общий язык, да? Конечно. Я представляю, сколько людей сейчас на нас смотрят. По 10 секунд. Ты прикинь, как мы привлекаем внимание. Никто на нас, по-моему, не смотрит. И подготавливаю очень обширный большой проект на тему доступная среда. Ты куда его хочешь двигать дальше, этот проект? Всем организациям, за которые мне стыдно, когда я привожу туда людей, я краснею. Я людям предупреждаю, их привожу туда, и я стою краснею. Вот это неквалифицированность и интереса получается. Люди не едут на курорт. Всех организаций нет интереса что-либо делать, потому что нет людей. Моя подруга сейчас приехала, хотела поехать в Турцию, но закрыли перелеты, и она поехала в Абхазию перенаправленную. Красиво? Туристически очень красиво. Это Иришка Рябова, она молодая девушка, воспитывает сама ребенка. Мама мотиватор. Тут можно ничего не объяснять. И предлагаю послушать ее вчерашнее, она мне позвонила поздно вечером, и попросил Жень, мы так скучаем, нам хочется повеселиться, потанцевать. И теперь вы можете услышать ее эмоции. Через 20 минут, она уже через 30, была организована поездка, и послушайте, что было после, какие она мне рассказала свои эмоции. Жень, спасибо большое Рауле, это просто, я не знаю, находка веками. Он нас так развеселил. Во-первых, у нас появился нужный процесс, где мы натанцевались просто. Я говорю, я подошла к диджею, говорю, включи мне песню абхазскую, чтобы все абхазы танцевали. И они так красиво танцевали, это просто, это было обалденно. Вокруг меня было. Так что у меня друзья не только в России, а еще и в Абхазии. О чем ты мечтаешь? У тебя есть какая-то большая мечта? До травмы я катался на сноуборде, и после травмы за все это время мне раз в пять, наверное, снилось, как я катаюсь на сноуборде, на снегу. И вот в этом году я познакомился с Витей Захариным. Пара лыжник с Камчатки, который в прошлом был профессиональным лыжником. Буквально несколько месяцев назад я познакомился с фондом «Жизнь движения», который организовал в горах Сочи детский горнолыжный лагерь «Снежный драйв», где дети знакомят с лыжами, катаются с различными видами инвалидности, даже хотят заниматься этим спортом. Познакомился с этими ребятами, они меня очень сильно мотивировали, вызвали бурю эмоций. Даже после общения с ними мне приснился сон, как я катаюсь. Так ты встал на лыжи? Да, я встал на лыжи. Уже после этого знакомства я посетил лагерь, который организовал Витя. Приехали ребята со всей страны, которые катаются летом на вейкбординге. Есть такая школа в Питере «Step to Wake», которая обучает ребят с разной инвалидностью гонять на вейкборде. Наша общая подруга Наташа тоже в это время приехала сюда на КВН в Сочи. Наташа тоже девушка, передвигающаяся на коляске. И Витя предложил нам, предложил ей попробовать себя на лыжах. А потом я решился, и меня тоже прокатили на лыжах мои друзья. Как ощущения-то? Опять тоже скольжение. Как будто сейчас из-под меня выскользнет. Что-то выскользнет, и круто. Адреналин поймал? Адреналин. Что-нибудь там вскипело? Ну, не вскипело, но захотелось с горки бахнуть, с горки прокатиться. Я уже нашел лыжу, коляску специальную для этого, на которой смогу, я думаю, в следующем сезоне кататься на лыжи. Буду этим делиться с другими ребятами, которые тоже, может быть, мечтают об этом. А страшно было? Нет. С моими друзьями? Несмотря на то, что это олимпийские объекты, тут очень много туристов, реально есть проблемы. Вообще много где с доступностью, и непосредственно на Красной Поляне, и в Розе, и, собственно, здесь на горнолыжном склоне. И мы с этим сталкиваемся постоянно. Женя борется с этими вещами, создает проекты, какие-то рекомендации составляет. Интересно, куда эта история двинется, будем за этим наблюдать. Ну, и, собственно, вместе мы действительно можем сделать наш мир намного более доступным. Женя говорит о таких вещах, которые вызывают грусть и печаль. И ты понимаешь, что, получая какую-то инвалидность, ты просто можешь сложить ручки, ножки, и непонятно, что дальше тебе делать. Но нас так, конечно, не сломаешь, и мы будем бороться, и вообще менять этот мир к лучшему. Обязательно. Я уверен, что вместе мы можем изменить эту ситуацию. Как ни страшно это звучит, как ни печально. Инвалидизация общества растет, и никто не знает, что будет завтра. Абсолютно с каждым. Поэтому не стоит на это закрывать глаза. В этой коляске можно лечь, встать вертикально, и даже стоя ездить. Единственное, надо ее починить. Я проехал на ней четыре с половиной тысячи километров. И, короче, она требует капитального ремонта. Еще бы, ребята, никто не ожидал, что калачи могут быть такие активные. Да, да, да. Они должны сидеть дома и ездить по доступным улочкам. А на виндсерфинге ты хочешь попробовать? Да я на всем хочу, Жень. Нет того, что бы я не хотел. Все, что достаточно безопасно, разумно и экстремально, все для меня. Ну что, друзья, на этой мажорной ноте я предлагаю заканчивать. Поэтому скорее ставьте лайк, комментируйте, и не забывайте подписываться на Женю в Инстаграме. У него есть Телеграм-канал, где он делится опытом, рассказывает о своих путешествиях и вообще заряжает и мотивирует. Ну что, до встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Пока-пока. Жду в Сочи. Приглашаю вас в Сочи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова